Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вы всегда найдете свежие обзоры на технику и другие товары, которые появляются в магазине. И сегодня в магазин завезли батгера. Вы можете его приобрести себе как в состоянии голой машины, то бишь вообще без ничего, либо можете взять себе в составе набора за 20 тысяч. Что могу сказать в отношении того, чтобы приобрести себе батгера за 17 с половиной? В целом это вполне себе адекватная цена для данной десятки, которую я лично считаю среди ПТ на 10 уровне действительно одной из самых лучших. Кроме того, здесь за 17 с половиной тысяч вы получаете не совсем голую машину, а получаете еще открытое все оборудование. А это экономия в районе 3 с половиной миллионов серебром. Если мы говорим о наборе, то всего лишь 20 тысяч разработчики попросили за набор, в котором есть целых 30 дней прем-аккаунта, легендарный внешний вид на данную тачку, без которой батгер действительно смотрится ну крайне уныло. И я бы не сказал, что батгер является батгером без данного камуфляжа. Кроме того, вы получаете очень круто смотрящийся на данной машине обвесик. Ну и в остальном тоже довольно неплохо. Вы получаете себе бустерочки. Ну а самое главное, вы получаете еще целых 10 мистических контейнеров. По большому счету, набор очень годный в отношении сочетания цены и качества. Что могу сказать вам про батгера? Я в свое время батгера купил в подобном наборе, только контейнеров там было меньше, за 25 тысяч голды и до сих пор об этом не жалею. Могу ли я рекомендовать батгера к приобретению танкистам, которые только начали играть? Да, конечно. Потому что батгер прощает огромное количество ошибок, имея просто шикандосную броню, как для ПТХи. При этом всем обладает крайне крутым орудием, которое имеет приятное время сведения, довольно-таки приятный разброс. Действительно реализуемый ДПМ в целых 3800 единиц. Все благодаря тому, что перезаряжаетесь 7,25 секунды и при этом накидываете за каждый выстрел целых 460 единиц урона. При этом у батгера очень классное пробитие. 275 мм, если вдруг вам не хватает данного пробития, то 370 кумулятивных уж точно проковыряют практически любого вашего соперника, практически во все места, которые только можно себе представить. Также стоит отметить, что благодаря своей классной броне и шикарному углу склонения орудия вниз минус 10, вы действительно очень круто можете отыгрывать от неровности. Дело в том, что у батгера по большому счету самая уязвимая зона это даже не целый нижний бронелист, а только вот эта центральная вкладка. Такая себе вкладочка для номерного знака. Если мы говорим с вами о броне по корпусу сверху, то здесь батгера проковырять очень сложно. Куда действительно можно пробить батгера и допустим кем? Но если вы будете играть на Яге Е100, то на голдовых снарядах сможете пробить вот в эти два выступа. Но это далеко не предел мечтаний, потому что выцелить эти места, особенно на дальних расстояниях, не так уж им легко. Ну и соответственно, если вы еще периодически вот так вот делать будете, а батгер действительно подвижная и очень, ну просто очень верткая ПТшка, которая не обладает рубкой, пробить данные зоны будет сложно. Кроме того, можно, если прям совсем батгеру сделать ничего не можете, попытаться закинуть фугасные снаряды вот в этот квадрат и вот в этот квадрат. Но ваши осколки не будут пробивать сам вот этот вот лист, а будут закидывать урона хотя бы немножко, царапая батгера вот в эти вот верхние части, там где находятся лючки. Все, дальше по батгеру бить нечего. Когда он ромбует, пробить его тоже нереально, потому что здесь очень крутая приведенная броня. Ну что, берем тачку и поехали тестить, на что она реально способна. Итак, ребят, погнали. Если мы говорим о подвижности, а с этого мы всегда начинаем, то подвижность у батгера есть. Да, безусловно, он не летит так, как СТшки или ЛТшки или уступает по подвижности и, допустим, срыву с места той же самой вафельки. Но в то же время мы хотя бы понимаем, почему эта подвижность не настолько идеальная, как кому-то хотелось бы. При этом все, батгер действительно очень удачная ПТшка, потому что использовать ее можно как на дальних расстояниях, благодаря очень точному орудию, как я говорил, так и на коротких дистанциях. Потому что броня это позволяет, и вы действительно с помощью крайне крутого и приятного времени перезарядки можете играть на коротких дистанциях довольно-таки успешно. Как отыгрывать на батгере? Подъезжаете к какой-нибудь вот такой вот горочке, свешиваете свое орудие, ну и, соответственно, выцеливаете серые зоны у своих соперников. Спускаетесь чуть ниже, перезаряжаетесь каких-то неполных 8 секунд, ну и в целом можете ехать дальше. Так, хватит меня критовать, это неприятно в конце концов. Ну вот она, вот она точность батгера и именно в этом прикол данной машины. Сейчас попытаюсь еще вот этого товарища как-то подразнить. Ну, давай. Жаль, не выселил сейчас нижний бронелист и к нам приехали. К нам приехала ТВП, не знаю справится ли Т-62. Т-62 не справляется, ну значит тогда будем справляться самостоятельно. А что остается? Получаем непробитие, вполне себе закономерное. В отношении пробития, как вы видите, именно вот эти вот две зоны, как правило, манят к себе игроков противоположной команды. И я больше чем уверен, что мне туда закинули голдовым снарядом и сделал это Е100. Потому что орудие Е100, ну очень сильно похоже на орудие Яги Е100, про которое я говорил в начале данного видео. Так, попытаемся реализовать. Время сведения очень комфортное. В отношении разброса все очень классно. Ну и соответственно все это в совокупности дает крайне крутые показатели по урону за бой. Мне лично на Бадгере играть очень сильно нравится. Я абсолютно не жалею, что в свое время приобрел его даже дороже, нежели он продается сейчас. Но знаете, цены меняются, соответственно цепляться к этому смысла абсолютно никакого нет. Стой! Ну вернись назад, блин. 57-й. Дай я тебя за задницу хотя бы укушу. Есть! Также стоит отметить, что у Бадгера очень круто поворачивается орудие вправо-влево. То есть, когда вы стоите и не хотите двигать корпусом для того, чтобы не увеличивать срой разброс и заново не сводиться, то в целом на Бадгере нет необходимости это делать в большинстве случаев. Вы и так вполне спокойно можете поворачивать орудие вправо-влево, не доворачивая корпус и при этом качественно выцеливать своих соперников, не увеличивая разброса. Не знаю, чем сейчас дело закончится, получится или нет. Голдовый снаряд. Повезло! Повезло! Попал прям в этот вот пулеметик, который у Ягдтигрека находится здесь немножко левее. Да что ж такое-то? Ладно, здесь можно уже и базовым. Времени перезарядки больше, чем достаточно для того, чтобы успеть перезарядиться. Сейчас поторопился, очень сильно хотел выстрелить как можно быстрее. Ну, давай. Не подкачал прямо в пиксель. Ну, прям красота. Не получилось сделать три фрага, хотя потенциально это можно было сделать, но зато сделал два и, как мне кажется, уж точно вошел в тройку лидеров своей команды по количеству нанесенного урона. Ну, сами считайте, в районе 450 за каждый выстрел. Два выстрела это уже получается 900. Четыре выстрела 1800. Ну, а с учетом скорострельности Бадгера, возможности пробивать и возможности выцеливать, это вполне себе, вполне себе легко реализуемая задача. Я имею в виду попасть в топ-3. 3883 урона за бой, при этом получаю 42 тысячи с учетом прем-аккаунта. Ну, и что можем сказать в отношении моей результативности? Наверное, ребята, даже не топ-3, а просто первое место в своей команде по нанесенному урону. Причем на абсолютном легке, абсолютно не страдая, не чувствуя себя, не знаю, каким-то бедолагой, который пытается где-то спрятаться, для того, чтобы его не проковыряли, не разобрали, не закрутили. Как я говорил, Бадгер хорош, ну, прям во всем. В данном видео хочу передать огромный привет одному из моих друзей Крозену. Тот товарищ, который продал свои коллекционки, некоторые заблаговременно, перед обновлением, в котором подорожали коллекционные танки на выкуп, именно для того, чтобы дождаться рано или поздно Бадгера на продаже, дружище Крозен, на продаже он появился, заходи, покупай, и не зря продавал свои коллекционные машины, ради того, чтобы дождаться этой великолепной ПТшки. Ребят, повторюсь еще раз, это не реклама, это просто констатация факта и мое субъективное мнение в отношении годности данной машины. Если вы имеете что добавить, хотите что-то возразить, обязательно пишите об этом в комментариях. Если вы считаете, что я не прав в отношении Бадгера, обоснуйте свое мнение, и оно обязательно должно быть, потому что ребята, которые пытаются понять, стоит ли тратить деньги на ту или иную тачку в нашей игре, должны слышать не только мнение, которое говорит о том, что танк действительно интересен, ну или в нашем случае ПТшка годная, но и слышать противоположное мнение. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, и кстати, ребят, буквально, буквально через 20 минут выйдет видос, в котором я покажу вам открытие контейнеров на СТ-62 вариант 2, присланное мне, моим зрителям, я пока еще не смотрел, что там, поэтому, по сути, будем с вами смотреть это вместе. Побежал снимать, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.